Первым объектом, который подлежал проверке, стал Еловский пляж. Официального открытия водоема еще не было, а на песчаных берегах десятки отдыхающих. Уже на входе сотрудники городских служб столкнулись с водителями гидроциклов, которые спешно покидали водохранку, боясь поднести ответственность. Ведь эксплуатация этих транспортных средств в местах массового купания категорически запрещена. Цель такого мероприятия направлена на то, чтобы в нашем округе снизить и привести к нулю именно детский травматизм и гибель детей на водных объектах. А совместно со службами города Ангарска мы проводим такие мероприятия, и мероприятия будут проводиться в течение лета, практически ежедневно. В нескольких метрах от берега группа мальчишек, отдыхающих без присмотра взрослых. Говорят, родители в курсе, и этот пляж они посещают каждое лето. Инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают личности, выясняют место жительства, берут телефоны родителей. Их ждут разъяснительные беседы. На другом берегу школьники ловят мелкую рыбёшку. Пришли одни из соседних кварталов. Меня мама отпустила, сказала, можешь идти купаться. Ну, я пришёл с друзьями, с Денисом, Настей и Аней. Часто сюда ходите? Второй раз. А это уже берег реки Китой. Летом, несмотря на запрет купания, здесь полно любителей водных процедур. Излюбленные места ангарчан пойма за 189-м кварталом, 30-м и 29-м микрорайонами. Несмотря на бурное течение и низкую температуру воды, в начале июня здесь уже купаются и взрослые, и дети. Наступает летний сезон, и хотелось бы, чтобы родители смотрели за своими детьми, так как это чревато впоследствии. Дети могут стать жертвами преступлений, сами попасть в преступление. Ну и также могут подвержены быть различным травмам. Обследовать городские водоемы контролирующие службы будут в течение всего лета. По каждому случаю обнаружения несовершеннолетних без присмотра взрослых будет проведена отдельная проверка. Родители, чьи дети будут замечены в зоне опасности повторно, ждут крупные штрафы и привлечение к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Наталья Зарубина, Алексей Кусюмов. Местное время.